Я очень рада, что, несмотря на поздний вечер, ну, правда, еще гершун будет танцевать, но это уже его, где-то до 10 он собирается. Значит, у нас разные танцы, скажем так, и, по большому счету, то, чем я занимаюсь, это, ну, нельзя сказать, в чистом виде танец, это несколько другое, я бы даже сказала совсем другое, кто знает. Вот тут есть товарищи, которые меня знают в последние сколько лет? Много. Двадцать. Четыре. Ты что? Я же двадцать. Сколько лет, дорогая? Сколько лет. Значит, я просто для тех, кто не знает, я еще раз скажу несколько слов. Значит, я по первому образованию полиограф, потом так получилось, что мне все-все спретили, сказали того нельзя, этого нельзя, этого нельзя, и я решила, что спасение утопающих делаю у своих утопающих. А поскольку я уже хореографии прикисела, поскольку я, говорит, с четырех, так же дети, не знаю, то, естественно, возник нормальный вопрос, как с этим бороться. Вот, и когда я училась, у меня там была такая ситуация, это были там еще те годы, когда про йогу вообще, ну, даже думать запрещалось, не то, что что-то делать. Вот, и мне просто один товарищ как-то сказал, говорит, вообще тебе прямая дорога в йогу, потому как у тебя совершенно четко проявлена индийская карма, там что-то в этом, ну, для меня, естественно, это было совершенно такое. Но я просто вспомнила, что лет в семь я уже собралась в Индию, но там по другим, так сказать, мотивам, мне просто сказали, что у меня папа из Индии. Вот, и как-то так получилось, что меня там по дороге остановили через два часа, но индейская тема у меня уже была. И когда я, значит, видела Инжир, я считала, что это индийский жир, когда я учила слово Индий Пашир, я, конечно, была убеждена, что это индийский Пашир. И поэтому для меня как-то это, когда меня спросили, почему именно Индия, то у меня так-то и вопросов не было в норме, как же иначе. Вот, и потом получилась одна ситуация, когда я еще была способна заниматься хореографией, у нас были, знаете, такие семинары регулярных для хореографов в Питере, и однажды пригласили Индианку. Она была женой посла, а посол, то есть это каста, которая высшего рода каста, и, соответственно, все, кто... И там, например, посол не может жениться на шубре, это обязательно должна быть женщина из той же касты, которой принадлежит он, а женщины этой касты, они обязаны знать классический танец. И вот, когда нам начали показывать что-то, то наше там пока там... А у меня пошло очень быстро. Она меня подозвала к себе и говорит, что ты, наверное, жила в Индии, и что у тебя все получается, значит, вот... Я ей сказала, что я вообще-то родилась в горах Кавказа, а до Индии там еще далеко. Ну, в общем, мы с ней поговорили-поговорили, и как-то так вот получилось, что я потихонечку и перешла к инвискотепии. Потом, когда у меня совсем было плохо с замедленными суставами и позвоночником, то в какой-то момент один товарищ, он сказал, что... Вообще твоя задача это все соединить, для меня это тогда было, конечно, вот так. Вот, но я начала заниматься йогой, потому что так получилось, что мы там вставили какую-то, ну, какую-то композицию хореографическую, а я уже немножко знала асаны, и я делала и как-то начала это соединять, и мне так понравилось, вы себе не представляете. То есть это были не только асаны, которые мы знаем статические, а я это начала соединять. И вот в какой-то прекрасный момент я просто начала получать определенную информацию, я еще тогда не знала, что это информация. Мне просто это нравилось, я старалась запоминать, что ко мне приходило, или просила быстренько кого-то там запомнить, что это было. И вот так потихонечку, потихонечку, в течение многих лет, потом там все складывалось, группы там какие-то появились, назывались они очень, как бы это сказать, так даже в диаголы говорить, не про йогу, не про йогу, не про йогу, что-то, слава богу, что у меня было хореографическое образование, и мне, значит, легко было написать группу пластики и хореографии, и нас никто не припрывал. Хотя к нам регулярно, как потом выяснилось, приходили товарищи из райкомов, там, подкомов, ну, проверяли. Вот, и что самое главное мне тогда дало йога, я почему бы это не говорю, однажды ко мне пришли товарищи и сказали, что они пришли меня инспектировать. А я еще и стрелец, и тигр, как назву. И, значит, я говорю, простите, кто был по специальности, они мне говорят инженеры. Я говорю, мне очень приятно, но вот представьте себе, что я, не имеющего никакого инженерного образования, прихожу к вам и говорю, здравствуйте, я ваша тетя, я буду вас инспектировать. Я говорю, как бы вы на это отреагировали? Они мне, ну что вы, о чем вы говорите? Я говорю, вот я вам то же самое могу сказать. Но это сказала не я, это сказали вы. И, в общем, я им как-то очень мягко объяснила, что они, конечно, могут с нами посидеть и даже позаниматься, потому что просто так смысла сидеть нет. Мы расстались с очень большими друзьями, и зал у меня был там лет 10, после хорошего времени. Вот, и в результате так сложилась группа, сложилась школа, и длительное время она называлась группа «Космос». И когда, и зал назывался «Космос», и когда меня спрашивали, где вы работаете, то народ говорил, что группа «Корис» работает в «Космосе». Вот, но на самом деле получилось так, что благодаря этим занятиям, благодаря этой, скажем, школе, очень многие люди совершенно иначе стали воспринимать и сам танец, и само движение, и вообще, что можно, чего можно достичь посредством осознанного энергетического движения. Так же, самая главная, скажем, особенность того, чем я занимаюсь, мы назывались по-разному, потом это стало биоэнергопластикой. Параллельно с этим появилось название «Йога-данс», но это был, скажем, реверанс для товарищей, которым просто легче, вот, йогу уже слово знали, танец тоже знали, и как-то, ну, содержание уже стало более понятно. А биоэнергопластика у меня, например, мои старички, так называемые, которые там занимались у меня с самого начала, они даже на меня обижались и говорили, вот, Ирина Викторовна, вот, биоэнергопластика – это правильно. Итак, что такое вот биоэнергопластика? Я вот сегодня вам пыталась там немножко показать, но просто не было времени, потому что тема немножко другая была, и я въехала в процесс, вступила в состояние творчества, и я уже не была, я была не способна правильно натыкать, нажимать на те кнопочки, чтобы правильно вам показывать. Но поэтому я вам говорю, что у меня есть три, как минимум, знаете, значительно больше, но у меня есть большая презентация, которая называется «Йога-данс в схемах и рисунках», у меня есть одна из последних презентаций, которая посвящена архетипическим соответствиям в ментально-двигательных практиках, и я ужасно этим горжусь, я там много чего придумала, и я в связи с этим просто, если кого-то это будет интересовать, мы можем этим отдельно заниматься, и тут вот сразу, потому что я потом буду бежать, меня спрашивали, будет ли здесь группа, значит, все зависит от вас. Вот Юля Коткова, которая вот, Юля, подними ножку, ручку, да, она у меня занималась тогда, когда у нас было очень, ну, здесь, я, по-моему, здесь бывала чаще, чем в Питере, но я вообще довольно много ездила в свое время, вот, и есть два варианта, есть вариант здесь что-то организовывать, есть вариант какие-то семинары там, скажем, проводить, а можно просто учиться нормально, потому что, на самом деле, любая двигательная практика, как вы понимаете, здесь вот есть хореограф, они дадут соврать, любая двигательная практика больше, чем любая другая требует чего? Любой радости. Потому что можно, конечно, как говорится, дать количество часов, и вы будете, ну, как говорят, вам начитают, да, но здесь задача заключается в том, чтобы, а, научить движению, научиться осознавать это движение, и научиться понимать, что это дает. Вот в качестве примера, что лично мне дало, значит, первое, я встала на свои ноги, мне говорили, что, значит, вполне возможно, вам должны, ну, мне собирались делать три операции, на зазитренных суставах, на пояснице, вот, мне сказали, что, ну, да, конечно, когда я была молодая, я очень не боялась, что такое операция, ну, подумаешь, ну, вот, а потом мне вдруг сказали, что, вот, рожать вообще вопрос такой, насчет, вот, ну, месяцев девять походите на этих, как они называются, костыли, и я чего-то так, знаете, я присмирела, и там чего-то мне неохота на костылях, где, знаете, что потом, но, в общем, как-то я ухитрилась убедить, значит, этого главврача из военно-медицинской академии немножечко, и, в общем, он сказал, знаешь, он меня увидел, что я стою на голове, и он говорит, слушай, у тебя дети есть? Я говорю, конечно, он говорит, сколько? Я говорю, я не помню, то ли 127, то ли 131, у него, конечно, челюсть ответственная, он говорит, это что за дети? Я говорю, это те, с которыми я занимаюсь, я учу их хореографии, но когда я учила хореографию, они у меня уже знали некоторые названия литических пост, им безумно это нравилось, и, естественно, я их уже учила некоторым позициям рук, которые в пурском языке называются мудрые хасты, мы чуть-чуть сегодня с этим поработали, и обратили внимание на то, что это очень здорово влияет на их восприятие, они лучше стали учиться, и так далее. И как-то так вот мы пошли дальше развиваться в эту сторону, операцию мы не делали, благодаря этому я развела сына, а сейчас у меня уже трое у них. Одному старшему 16, младшему 6. И тут вот такая интересная вещь. У нас тема, которая называется как «Тантра-клодчество». И вот в связи с тем, о чем я вам говорила, я хочу вам сказать следующее. Если бы мне эти занятия, которые очень много чему обучают, я сейчас в это не буду влезать, но я вам сказала одну фразу, что это не дает засохнуть мозгам, это не дает, как вам сказать, сузиться и вот остановиться только на одном вот узком направлении. Хотя я не против этого. Иногда вот когда человек влезает и становится там перфекционистом именно в этом направлении, это может быть и хорошо. Но это совсем не означает, что ничего другого нет. Понимаете? Вот трансперсональные психотелесные практики, коим является био-неркопластика, она как раз дает возможность с одной стороны владеть телом, потому что тело не врет. Телу мы можем верить. Потому что когда человек занимается только ментальными практиками, я с полной ответственностью могу сказать, что это опасно для здоровья. Не только для психического, но и физического. Вот био-неркопластика, одно из основных моментов этого направления, это достижение состояния баланса и гармонии между физикой, эмоциями и менталом, духом. Далее, это баланс внутренней энергетической структуры. А что такое внутренняя энергетическая структура? Это биоэнергетическая структура, это работа с чакрами, каналами, это передняя сторона, задняя сторона, правая, левая, вверх, вниз и так далее. Далее, это возможность гармонизировать себя, гармонизировать пространство, которое вокруг вас. Причем, поскольку мы можем достаточно четко осознавать свое состояние в каждый момент времени, то мы можем знать и использовать техники йога-данс или биоэнергопластики для того, чтобы себя приводить вовремя в нужное состояние. В связи с этим, все остальное, вот к чему я пришла, там книжки всякие, там первая у меня была биоэнергопластика, это еще вообще начало 90-х годов, там мудрые хасты, потом у меня была лекция по биоэнергетике человека, это жуткая, на мой взгляд, книга, но это была не книга, это писали лекции и потом попросили только чуть-чуть подредактировать. Сейчас, конечно, с высоты 25 лет я вообще хватаю за голову, но тем не менее, по сути, там было очень много интересного. И как вы думаете, кто этим прежде всего заинтересовался? Не поверите. Индийцы. А? Индийцы. Нет. А, Индийцы, да, Индийцы, да, это само собой. А этим заинтересовались люди, которые занимаются движением. И я помню, что я проводила по линии ВД... Я как-то в одном слове говорила, сейчас. ВДФСО. ВДФСО профсоюзов. Я защитила эту тему в Москве. И потом мне дали такую бумагу. И я даже про это и не думала. И я ездила по Союзу, не только по России. И проводила... Мне дали возможность проводить занятия. И тогда, когда я рассказывала о чакрах, ко мне потом подходили люди и говорили, чтобы потом слышали. Но вот один товарищ про чакры рассказывал аж 15 минут и считал, что это долго. А у меня на каждую чакру уходило 2 часа. И это была песня. Вот самое интересное, что мы с нашими чакрами можем работать разным образом. А. Через движение. Б. Через ментальную практику. Дыхательную, соответственно. То есть это как минимум медитативная практика. И в этом отношении двигательная практика. Это элементы танца. Это конкретная работа с внутренними хастами. Это конкретная работа с тонкой моторикой, которая на что воздействует? Вот почему мозги не засыхают. В результате я защитила одну диссертацию кандидатскую еще в официальном ВУЗе. Потом я защитила через достаточно длительное время диссертацию докторскую. Вот как раз в МУФО я сейчас введу эту тему. Но самое интересное, что у меня так получилось, что у меня было 2 инфаркта. Как раз тогда, когда я не смогла заниматься нормально. И еще там таскало так получилось, что там надо было. Женщины и мужчины тоже ничего таскать. Это опасная вещь для сердца. И если бы не мои занятия, но я абсолютно упражнена в том, что мне просто никогда бы не пришло в голову писать. Я бы, наверное, уже давно сыграла в ящик. Потому что мне даже еще мои родственники говорили, что я должна умереть в 28 лет. Потом получилось так, что я не умерла. Тогда мне сказали, ну, наверное, в 56. Тоже не получилось. Покажу. Вот и даже не собираюсь умирать. Благодаря чему? Благодаря занятиям. Вот эти занятия, они учат человека релаксации. А вот релаксация – это не только расслабление, это раскрепочтение, но самое главное – это умение работать с напряжением и расслаблением коры больших полушарий. А наше занятие – это осознание. Поэтому, естественно, что за то время, которое мы с вами сейчас вот занимаемся, этого, это, ну, я бы даже сказала, это вот, ну, очень чуть-чуть. Тем не менее, есть книги, есть фильмы. Вот у меня есть книжечка «Мудрая Хаста» в нашей жизни, но она связана, это я не собираюсь сейчас ей продавать ничего, я просто говорю, что есть возможность это заказать, потому что это не я делаю, это мне там делают. А «Мудрая Хаста» в нашей жизни – это работа с энергетическими структурами организма через вот «Мудрая Хаста». И вот прямо вот по этому, по содержанию, вот как вот идет, вот оно прямо так идет. И чем еще это интересно, там есть очень красивая скульптура индийская, южно-индийская скульптура. Это невероятная красота. И когда вы просто это смотрите, то вы, понимаете, это уже на вас определенным образом воздействует. Кроме того, у меня тут есть… Вот видите, вот у меня есть вот такой диск. Их два. Есть один, и есть другой. Это диски, связанные с биоэнергопластикой. Это уроки биоэнергопластики. Поэтому, если кого-то это заинтересует в дальнейшем, вы просто мне пишите, и далее я вам все это говорю. Но что такое у нас тантра творчества, как заявленная тема? Давайте исходить из того, что первое. Тантра – это путь. Это путь постижения. Тантра, йога-данс или биоэнергопластика – это один из инструментов, который наиболее близок к, соответственно, индийской традиции. Потому что мы здесь используем прежде всего работу с осознанием во время движения. И вся техника танца, вернее, вся техника двигательная, и это называется не просто двигательная, это называется психодвигательная практика, которая отличается от телесно-ориентированной, даю вам задание, прикиньте, чем отличается телесно-ориентированная практика от психодвигательной. Самое главное, я дальше скажу, а вы пока так задаете. Ориентируемся на тело, наверное, в первую? А мы и тут, и там ориентируемся на тело. А тут психика. А здесь психика с темой соединяется. А там тоже соединяется. И тут соединяется, и там соединяется. Но чем они... На телесно-ориентированной практике идет воздействие. То есть вы находитесь в более статическом положении, потому что с вами работает кто-то. И вы находитесь, да, вы там наблюдаете, вот вы правильно сказали, погружение в себя, да. А в психотелесной практике идет осознание движения, но двигаетесь-то вы сами. Я тоже с вами буду двигаться, как, так сказать, преподаватель, учитель. Но это все равно, что если вы хотите тушить, то сколько бы я ни ела, вы все равно не едите. Так же и здесь. У меня даже есть еще более такой, ну, жизненный пример. Если вы хотите в туалет, то это вам надо идти в туалет. Правда? Другой может пойти, но вы-то все равно будете хотеть. Вот где-то, ну, может быть, немножко грубоватый аналог, но это вот для того, чтобы вы поняли, что такое телесно-ориентированная психотелесная практика. В тантре у нас есть два очень важных момента. Тантра, она включает в себя два момента. Это понятие целостности. А целостность и есть архетип целостности, самость, да? Что такое самость? Самость – это то самое ощущение целостности, когда человек совершенно четко самореализует себя, получая при этом ощущение гармонии. Когда человек чувствует себя счастливым, когда он находится в состоянии гармонии. Когда он находится в состоянии гармонии, когда он чувствует, что он делает то, что он хочет делать. А если мы подойдем к трансперсональному аспекту, когда человек понимает, что он хочет делать то, что он хочет делать? Когда он делает то, что ему предназначено Господом Богом. И вот состояние вот это, оно, как ни странно, легче всего достигается. То есть это не значит, что это быстро, но это легче. Это легче осознать через свое тело. Еще раз повторяю, потому что ваше тело никогда не дает. Если мы говорим о творчестве, то вернемся к тому, какая у нас с точки, можно говорить о структуре творчества. Это я, у меня там, это есть отдельно, опять же, я не буду, это мало времени, но есть один момент, который для нас очень важен. В творчестве всегда участвуют несколько чакр. Вот эти чакры, они... Продолжение следует...